я вас приветствую в очередном видео в котором мы поговорим о полезной функции которая есть windows 10 она у меня появилась после обновления до вот этой версии 20 04 windows 10 20 04 там есть разные новшества но мне на данный момент понравилось то что теперь экранная лупа не просто увеличивает текст еще и может его читать вслух сейчас я покажу как это работает мы находимся на интернет странице и если мы включим экранную лупу она включается сочетанием клавиш windows плюс кнопка windows и плюс который у вас находится на клавиатуре с правой стороны сверху вниз вторая кнопка нажимаю windows плюс и у нас появляется экранная лупа вот она вот ее окошко если мы нажмем плюс у нас текст увеличивается и когда мы мышкой вводим он перемещается но я сейчас сделаю минус чтобы все было видно наглядно здесь есть шестеренка нажимаем на нее здесь можно скорость выставить а также можно выбрать голос здесь два голоса ирина женский голос и рашин павел мужской вот такие собственно здесь настройки и здесь есть кнопка воспроизведения для того чтобы прочитать текст нам нужно либо вы если мы хотим весь текст читать мы здесь просто кликаем в одном месте вот я вначале кликнул и отсюда пойдет чтение нажимаем воспроизвести писачница windows поддерживает простые файлы конфигурации которые предоставляют идет чтение если же нам нужно прочитать фрагмент мы выделяем его и нажимаем воспроизвести сочница windows поддерживает простые файлы все дальше он читать не будет если же нам нужно допустим отсюда начать и читать все вниз мы здесь просто кликнули один раз навели мышку один раз кликнули и нажимаем воспроизведение файл конфигурации позволяет пользователю управлять и идет чтение а теперь можно читать и на интернет ресурсах на веб-сайтах также в своих текстовых документах например давайте вот зайдем в текстовый документ и здесь также проверим я ставлю вот сюда курсор и нажимаю воспроизвести и нейбру включить здесь и бру отключить и здесь также все читается я считаю это достаточно полезной функции поэтому посчитал нужным о ней вам рассказать закрывается она просто нажатием на крестик еще раз повторюсь она у меня появилась только с версией 20.04 поэтому вам нужно посмотреть какая у вас версия возможно предыдущих этой функции нет но я утверждать не буду потому что это microsoft у них всякое бывает надеюсь данное видео будет вам полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео счастливо